То, что очень поразило и то, что очень зацепило в этой выставке меня. Там стоит стол в одном из залов, очень небольшой, маленький, под стеклом, где как раз лежат эти самые пленки, самые коробки из-под сахара. И самое интересное, что по центру лежат две маленьких фотографии. Одна это его автопортрет, сделанный через отражение в зеркале. И вторая это, видимо, то ли это сфотографировано на автоспуске, то ли кого-то он попросил. И там он сидит, он не смотрит на объектив, и он смотрит в окно. И вообще-то, на самом деле, по отношению ко всей выставке у меня возникает очень большой вопрос. А какое он сам место свое видит внутри этой общности? Ну, возможно, это звучит очень глупо, потому что сама пластика и техника пользования, не фотоаппаратом, она предполагает отстранение, она предполагает, что ты не будешь там участвовать. И даже если это там фотография с селфи-палкой, то один человек на этой фотографии будет занят не пластикой общих чувств, а пластикой фотографирования и держания палки для селфи. Но другое дело, что человек тоже выбирает эту позицию, и фотоаппарат, и видеокамеру, не просто так. И более того, это вообще общее место, я просто про свой опыт как оператору скажу, это очень общее место исключения работы, вообще из истории. Потому что я снимаю сейчас на массовые мероприятия, от митингов до приезда, прибытия мощей, и всегда одна и та же история у меня с коллегами, когда начинаются эти взаимные упреки, там, ты ко мне в кадр залез, я там залез, и так далее. А вот так вот начинаешь задавать себе вопрос, а в чем, собственно, проблема? Ведь фотограф — это тоже часть этой истории, которая происходила прямо здесь. Но почему-то это не так. Ну, вот у меня такие чувства ощущения. И очень интересно, мне любопытно, что он на этой фотографии, он смотрит в окно, и он тоже наблюдает, он тоже отстранен, он тоже никуда не включил. Или позирует. Или позирует. Ну да, но позирует, он все равно выбрал именно это, чтобы позировать именно так.